Людмила Аткина, Лесотехнический университет, Руслан Гордохманов, Мастерская генерального плана, Марина Девакова, Архитектурный университет и Росхостова Светлана, Генеропарк наш. Это активные члены как раз по развитию водно-зеленого каркаса. И вот наша пилотная территория. Это, в общем-то, сердце города. Здесь располагаются все наши основные культурные и общественные здания. Театр драмы. Вот в скверах было театр драмы, который разлучал в прошлом году. Дальше. Стрелка городского пруда. Это спорткомбинат Динамо. Это Ельцин-центр. Это филармония. Это театр юного зрителя. Ну и так далее. Они будут представлять себе объекты. Но, видите, есть зеленые берега и сети. Есть скверы. Есть, не буду говорить парки, но небольшие парки. И вот эта вся территория сейчас находится в разном состоянии. То есть это большое притяжение жителей к этому участку. То есть в летнее время здесь буквально у нас столпотворение происходит. И все хотят иметь комфорт среды. Хотят получать различные как природные услуги, так и какие-то развлечения или же познавательные функции. Вот. Так что, как достичь этого комфорта, как достичь качества среды. Собственно, вот эта задача, которую мы ставим при разработке этой территории. Ну, дальше передаю слово Ольга Старцева. Она расскажет про шаги, которые мы будем пытаться здесь делать. Уважаемые коллеги, добрый день. Так получается, что проекты выступают уже в третий раз. Поэтому не буду повторяться. Скажу только, что вот население, которое указано, это те, которые прописаны на этой территории. Но эту величину, конечно, можно увеличивать в десятки минимум, но может быть даже и в сотни раз. Потому что самый большой туристический поток как раз на этой территории в городе Екатеринбурге. И антропогенное загрязнение тоже наиболее высокое тоже на этой территории. Поэтому вот эта территория, такая визитная карточка города, на самом деле очень сложная пилотная территория. Но мы за нее, собственно, своей командой решили взяться, потому как у нас высокоэкспертный состав в нашем коллективе. И мы с этой задачей, собственно, можем справиться. Весь прошлый год у нас ушел на изучение экологических проблем города Екатеринбурга. Ранжирование этих экологических проблем. То есть, каос-стоянии, текущей окружающей среды. Актуализацию информации, системность, комплексность. Расстановку приоритетов, потому что все сразу не решить. Перейти сразу от города за воду к экологически здоровому городу невозможно. И поэтому все равно будут допуски и ограничения. Важно, собственно, понять и разработать дорожную карту и цели, к которым нужно, собственно, стремиться. И эти цели обязательно обозначить в виде КПА, чтобы они были измеримыми. Потому что, если нет измеренных целей, то, собственно, и идти не к чему. Мы эти цели постарались измерить. И экономику водно-зеленого каркаса мы также видим в городе Екатеринбурге. Думаем, что в конце года сможем по совершению проекта ее представить. Карта ограничений – это первая карта, которую мы делаем. Это то, где территории на настоящий момент не могут быть рекреационными. Эти территории, которыми надо отдельно заниматься. А вот картирование возможностей – это, собственно, различные варианты будем рассматривать на уверенной территории и выбирать наиболее эффективный в социальном, в экологическом и экономическом плане. Климатические факторе обязательно должны быть заложены в систему управления городом. Прежде всего, стратегическую. Потому что те прогнозы, которые официальные есть, они, собственно, видят… Из них видно, что нужно менять не только в инфраструктуре, в экономике города. Иначе будет серьезный экономический ущерб, если это не сделать своевременно. Потому что речь идет сейчас не 200 лет на перспективу, а речь идет о том, что будет через 10 лет, через 20 лет. И вот мы ощущаем сейчас в этой терминологии, что у нас лето наступило в этом году не 1 июня, а 1 мая. И наступило с такой экстремальной жары. И недостаточно зеленых коридоров. В городе очень много теплых островов, закрытых таких колодцев, где застаивается воздух. И этим всем, конечно, надо будет заниматься. И мы занимаемся сейчас проведением экологического аудио, климатического. И разрабатываем план действий не только на дальнюю перспективу, на 15 лет, но и на ближайшие 3 года. На пилотной территории, представленный Андрей Викторович, мы собираемся как раз отработать алгоритм, математическую модель водно-зеленого каркаса. И очень важно встроить наши наработки, планы городские, планы региональные, то есть документы стратегического планирования, нормативно-правовые акты. И правильно посчитать бюджет, который, безусловно, в ходе осуществления проекта будет корректироваться, вноситься туда изменения и смотреть за этим исполнением. Мы ведем работу со стейк-холдерами, потому что мы рассчитываем их привлечь в этот проект. Задачи по городу. Значит, конечно, нужна современная система экологического мониторинга, то есть достаточно должно быть постов наблюдения. В перспективных районах некоторых они сейчас даже и отсутствуют. Должны быть разработаны и внедрены примитивные меры по климатическим и санитарно-педиологическим мероприятиям. И интегрирован водно-зеленый каркас в процесс градостроительного развития города. И у нас сейчас существует проект генплана 2041 года. И у нас получается так, что мы сейчас работаем в очень тесном таком партнерстве с мастерской генплана. И буквально рассматриваем наработки экспертно, вносим сразу же оперативно туда какие-то изменения. И оперативно это попадает уже на обсуждение в органах управления городом. Кроме математической модели нам, конечно, понадобится стратегия на перспективу. И в перспективу мы видим, что водно-зеленый городской каркас Екатеринбурга это станет основой градоэкологического каркаса Генплана. По пилотной территории более такие конкретные мероприятия, хочу показать, что нужно сделать. Значит, эта территория, отмечу, она расположена между двумя объектами культурного наследия. Две старые плотины. От плотины на Ессети до плотины на Ольховке, получается, да. И эти плотины, их ценность для города предстоит переосмыслить, задать новый смысл. И обязательно посмотреть на гидрографическую сеть очень внимательно, водного бассейна Ессети. Значит, у нас есть специалисты в составе, которые умеют работать с зелеными насаждениями, с зеленой инфраструктурой. И мы собираемся сделать полную инвентаризацию всех составляющих на пилотной территории. Изначально только на пилотной территории. Мы собираемся произвести расчет шумозащитных, снегозащитных, пылезащитных, метрозащитных, кислородопродуцирующих факторов. Мы посчитаем коэффициент стока, сколько осадков остается в насаждениях в почве. Значит, мы видим, что почва играет значительную роль в формировании водно-зеленого городского каркаса. И город, который антропогенно все годы выполнял задачи, значит, был городом металлургии, городом оборонно-промышленного комплекса. Сейчас, собственно, мы собираемся стать городом здоровой, чистой, экологической среды. И много мероприятий делаем, осуществляем, проводим. Поэтому и особенно обращаем внимание на восстановление почв в городе Екатеринбурге. Разнотравие у нас появится обязательно вместо рулонных газонов. Микроклиматические условия все будут учтены. И хочу, собственно, остановиться на эстетических характеристиках, что они очень важны. Эстетика ландшафта. Но вот на первом плане у нас все равно стоит, в первую очередь, во всех стратегических документах. И, доходя до тактического исполнения, это обеспечение экологической безопасности и здоровья. Это на первом месте. И хочу еще показать место водно-зеленого каркаса в стратегии города. Невозможно построить водно-зеленый каркас, когда в городе отсутствует экологическая политика и не расставлены приоритеты. Когда нет такого документа, меморандума, договоренности между всеми, между властью, бизнесом, населением, экспертным сообществом. Экологический паспорт города – это, собственно, результаты мониторинга, который тоже должен актуализироваться не раз в 30 лет, а минимум 5-10 лет. Потому что невозможно управлять тем, что не обозначено. Зеленые стандарты – они не должны опережать стратегические моменты, концептуальные, такие как экологическая политика, стратегия. И, конечно же, вот эти все наработки, они вытекают в различные стратегические проекты, с ними коммуницируют. И когда вот это все работает, только тогда нужно обеспечить в городе экологическую безопасность и создать эко-френдли город, дружественный для природы, для людей. Собственно, эта новая идеология – зеленый патриотизм, призывая другие города к тому, чтобы каждый город Российской Федерации стал дружественным для природы и проживающих в нем людей. У нас все.